Приемная комиссия Московского государственного лингвистического университета продолжает прием документов на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре. Сегодня я хотел бы рассказать о вступительных испытаниях в наш университет. Начнем с программ бакалавриата и специалитета. Вступительными испытаниями при поступлении на программу бакалавриата специалитета являются результаты ЕГЭ. Представлять результаты ЕГЭ в приемную комиссию не обязательно. Приемная комиссия получает их самостоятельно, поэтому подать документы в университет вы можете уже сейчас, еще не зная всех результатов ЕГЭ. В университете проводится дополнительное вступительное испытание творческой направленности лишь на одно направление подготовки. Это журналистика бакалавриат. Для поступающих на это направление подготовки есть одно важное требование. Документы о поступлении в университет вы должны подать до 15 июля и после этого пройти вступительное испытание творческой направленности по журналистике. Есть определенные категории поступающих, которые могут проходить вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно. Прежде всего это инвалиды и дети инвалиды и иностранные граждане. Эти категории поступающих могут сдавать вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, независимо от наличия результатов ЕГЭ. Если они сдавали ЕГЭ, то приемная комиссия выберет более высокий результат из результатов ЕГЭ и вступительных испытаний, которые они прошли в университете. Возможно также комбинировать результаты ЕГЭ и вступительных испытаний в университете. Еще одна категория поступающих, которой предоставляется такое право, это лица, получившие диплом о среднем профессиональном образовании или высшем образовании. В этом случае они могут предоставить в приемную комиссию результаты ЕГЭ, если они проходили ЕГЭ, или сдать вступительные испытания в университете. Приемная комиссия также будет учитывать наиболее высокий результат. Если гражданин Российской Федерации получил документ о среднем общем образовании в иностранной организации, то он может сдавать вступительные испытания в университете по тем общеобразовательным предметам, по которым он не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году. Теперь поговорим о вступительных испытаниях в магистратуру и в аспирантуру. По этим образовательным программам сдается два вступительных испытания в зависимости от направления подготовки. Расписание вступительных испытаний в магистратуру и аспирантуру вы можете посмотреть на нашем официальном сайте, а расписание вступительных испытаний для поступающих на бакалавриат и специалитет будет опубликован на нашем официальном сайте до 15 июля. Все вступительные испытания в нашем университете проводятся в этом году в дистанционном формате. Вы должны помнить, что для прохождения вступительных испытаний у вас должна быть соответствующая техника, устойчивое интернет-соединение. Вы получите приглашение на вступительное испытание, ссылку для подключения к видеоконференции и ссылку на прохождение электронного тестирования, если вы проходите вступительные испытания в письменной форме. Вступительные испытания могут быть как письменными, так и устными, но в любом случае очные вступительные испытания в этом году в наш университет не проводятся. Перед прохождением вступительного испытания проводится процедура идентификации. В день и час вступительного испытания у вас под рукой должен быть документ, удостоверяющий личность. Работники приемной комиссии проверят в режиме видеоконференцсвязи этот документ перед допуском вас к вступительному испытанию. После этого с вами будет проведено собеседование или вы выполните письменные задания. Пожалуйста, обратите внимание на то, что для прохождения вступительных испытаний вам потребуется устойчивое интернет-соединение. Если у вас возникают какие-то технические трудности, проблемы, вы должны обязательно сообщить об этом в приемную комиссию сразу, как только эти трудности возникли. У нас есть возможность предоставить вам шанс пройти вступительное испытание в резервный день. Если у вас остались какие-то вопросы, в нашей приемной комиссии работает многоканальная телефонная линия. Мы с удовольствием подскажем, объясним, поможем, и вы сможете пройти необходимые вступительные испытания и успешно поступить в наш университет. Продолжение следует...